Всем привет дорогие друзья, с вами Митя Хэт, канал Читмил и это второй день выживания в Сибири на 1000 рублей. Сегодня я проснулся пораньше, в 12 кажется 20, обычно я встаю гораздо позже, но решил по максимуму использовать световой день. Я уже помылся, побрился, сделал вакуум, пью горячую воду, вот уже допиваю, чувствую себя прекрасно, чувство легкости у меня, энергии полно, продуктов еще много, так что эксперимент продолжается. Ставь лайк, если выживаешь вместе со мной, если веришь, что у меня все получится и пишите в комментариях, как вы думаете, насколько меня хватит, делитесь своими рецептами, что бы вы хотели, что бы я приготовил, ну а мы с вами отправляемся делать зарядку и готовить завтрак. Я люблю все делать параллельно, это экономит кучу времени. Ну и, конечно же, утренняя планка, одна минута. Растираюсь. В кашу обязательно нужно добавить чуть-чуть соя. Мой сегодняшний завтрак выглядит вот так, сейчас я покажу вам поближе. Значит, смотрите, бутерброды, хлеб с маслом, с рыбкой горбушей, которую мы с вами вместе солили, красный лучок, зелень петрушки, яйцо, глазуня не получилось, но в следующий раз мы с вами постараемся сделать ее. Дальше каша овсянка с ягодой, 5 фиников и чай тот самый черный, который мы с вами покупали по акции в ленте. Многие из вас напишут, так сейчас поставлю, многие из вас напишут, что эту кашу нужно варить, но на самом деле вся фишка каши любой, это в первую очередь в ее структуре. Варка убивает структуру, поэтому эту кашу лучше не варить, а тоже заваривать, просто чуть дольше давать ей настояться. В кашу я, кстати, тоже добавил немного сливочного масла, в общем, приятного аппетита. Сейчас отправимся по делам, а потом вернемся домой и приготовим обед. Я заехал на почту, оплатил кредит, внес очередной платеж, точнее, хотел отправить своему другу Руслану Гетельману подарок нунчаки, но забыл паспорт. Блин, кто же мог знать, что он понадобится. Короче, еду домой, загружать видосик на YouTube канал Читмил и обедать. Я добрался до дома, сейчас будем с вами что-нибудь обедать. Не удивляйтесь моему графику, я всегда завтракаю в 2-3 часа дня, обедаю в 7-8 часов вечера, а ужинаю уже после 12. Сегодня, кстати, где-то в половину 11, к 11 поеду еще и на тренировку. Так, посмотрим, здесь у меня должна быть уха, хлеб на завтрак, уху достаем. Да, кстати, вчера во время ревизии я вам показал только вот эту морковь, я, видите, все пакетиками прикрыл, чтобы ничего не заветривалось. А остальная морковь у меня вот здесь, я ее помыл, почистил и вот она чищенная, хранится в холодильнике, чтобы не портилась. Кстати, одна морковочка нам сейчас понадобится. Здесь у меня хранится лук, 4 штуки и 2 картофелины, которые вчера остались. Так, один лучок возьмем. А еще из холодильника достану гречку. Сделаем гречку, добавим немного углеводов. Ушица, вот так положу, а остальное оставлю еще на разок. Целую морковку, пожалуй, лучше уберу, потому что она дольше сохранится. Так, вот сюда, в пакетики, а буду использовать уже тертую. Кубиками нарезаю лук. Гречку буду готовить в мультиварке и не спрашивайте, почему она стоит в таком странном месте. В мультиварке в режиме жарка, добавляю лучок. Я всегда использую деревянную лопатку, потому что вот эта, которая шла в комплекте к мультиварке, видите, какая фигня с ней происходит? Она плавится и пригорает. Как только лучок зашкварчал, добавляем морковку. Хорошенько перемешиваю, вот так, чтобы ничего не подгорало. Соль тоже добавляю на этом этапе, ну, так, немного посолить. Можно даже добавить немного черного перца. Гречки беру примерно пол кружки и слегка ее с вами промою. Ну, вот так буквально немного. Пока я возился с гречкой, у меня тут запахло жареным. Значит, выкладываю крупу и вливаю туда воды в два раза больше, чем крупы. Выбираю режим гречка. Жму старт. 35 минут. Ну, она вроде должна свариться за 15. Хотел сварить пару яиц, а потом вспомнил, что у меня здесь в кастрюльке, но обе кастрюли заняты, и вот в этой у меня одна картошечка есть. Придется ее сейчас приготовить. Яйца сварю, 6 остается, одно съел с утра, и яйца заканчиваются. При всем осознании, что посленовая в целом и картошка в частности не особо полезны для здоровья, выживание обязывает ее съесть. Буду рубить ее топором на мелкие кубики. Раз уж так пошло, то под это дело. Зарежу небольшой кусочек маринованной курицы. Зачитался ваши комментарии под прошлым видео, комменты, как всегда, жгут. И, как я и говорил, в общем, гречку нужно варить минут 15. Я ее забыл про нее немного, она вот слегка переварилась. Но Redmond говорит, 35 минут надо варить. Я за 9 минут до конца ее открыл, варилась она 26 минут. И, в общем, результат вот такой. Я люблю, когда она гречинка к гречинке, такая, типа как аль денте, но придется есть такую, ничего тут уже не поделаешь. Яйца сварились, отправляю на охлаждение. А сам буду делать картошечку с курицей. Немного постного масла. Как чувствовал, что не надо было весь лук класть в гречку, надо было чуть оставить для вот этого блюда. Ну ладно, теперь уж поздно. Как только курочка подрумянилась, добавляю картошку. Только сейчас понял, что нарубил ее такими крупными квадратами, что они в жизнь не прожарятся. Сейчас что-нибудь будем придумывать. Блин, такую что-нибудь делаю. Накрою крышкой, надеюсь, что поможет. В итоге я сварил 3 яйца, одну уже порезал. Поджарил картошечку с курочкой. И сейчас я вам покажу. Гречка. В общем, вот столько еды я сегодня приготовил. Сейчас будем обедать. Долгожданный обед. Вообще, я хотел пообедать еще и гречкой с яйцом, но поскольку у меня на тренировку ехать через полтора часа, я решил так пообедать по лайту. Затянулся я со всей этой готовкой. В общем, смотрите, у меня здесь уха, там осталось еще на одну порцию ушицы. И сделал я вот такую штуку, яйцо, петрушка. В общем, знаете, как в ресторане, когда порция очень маленькая, они стараются на большую тарелку в середину и еще приправить зеленью. Короче, вот так вот читерю помаленьку. Приятного вам аппетита, увидимся на тренировке. Я приехал на тренировку, мы сегодня тренем с Максом. Сегодня занимаемся на СФУ на площадке. Обычно мы тренем в лесу на Академии Биатлона. Но сегодня здесь, здесь светло, хорошо, а еще у нас снежок идет и потеплело наконец-то. Делаем турник, брусья, я уже размялся, Макс тоже сейчас разминается, сейчас будем делать основные подходы. В общем, всем спорт, увидимся на ужине. Я приехал домой, хорошо потренил, есть хочу. Хорошо, что на ужин у меня все готово. Ужинать я сегодня буду вчерашней курицей с салатом, метелкой, а еще у меня же есть гречка. Кот Чивас надеется, что ему что-нибудь обломится, да? А еще я, пожалуй, съем одно яйцо, потому что белка у меня после тренировки нужно побольше. Какая же большая удача, что ужин мне готовить не пришлось. Я просто все достал с холодильника, положил на тарелку, разогрел, приправил зеленью, салатом и, в общем-то, порезал яйца. И получился вот такой вот у меня ужин. Смотрите, приятного аппетита вам. Если вы тоже перекусываете. Здесь у меня гречка. Решил добавить немного углеводов, салат метелка, зелень петрушки, яйца и куриное филе, которое мы с вами вчера готовили. Ну, то есть в прошлом видео, так что если не смотрели прошлый видос, то обязательно посмотрите. Сейчас поужинаю и проведу ревизию фиников. Вот, приятного аппетита. Провожу небольшую ревизию фиников, чтобы понять, сколько сладких запасов у меня осталось. Их получается 22. Не густо, придется экономить. В очередной раз пытаюсь лечь спать пораньше. Сейчас 15 минут пятого. Вчера я лег в пять, позавчера в семь. Ну, в общем-то, динамика положительная. Спокойной ночи, увидимся завтра. Доброе утро, дорогие друзья! Выживание в Сибири, день третий. Я только что проснулся, меня вызвали на работу, поэтому пью стакан горячей воды и по-быстрому завтракаю. Я уже поставил на плиту вчерашнюю картошку с курочкой. Сейчас забью туда яйцо и сделаю бутерброд, хлеб с маслом. Рыбу и курицу смешивать не будем, поэтому сегодня без рыбки. Съем несколько фиников. Каша такая же, как в первый день. Вот так выглядит мой сегодняшний завтрак. Картошка с курочкой, которую вчера жарил. Яйцо сегодня наконец-таки получилось глазунья. Хлеб с маслом, зелень петрушки. Попешная кашка, такая, как мы с вами готовили в первый день. Это хлопья, геркулес, немного воды и пару ягод. Финики и чай черный из ленты. Приятного аппетита! Пока что полет нормальный. Заканчиваются некоторые продукты, например хлеб. Хлеба осталось чуть-чуть, перешел на один кусочек на завтрак в день. Фиников 22 штуки, но я решил по два в день есть на завтрак. Посмотрим, насколько меня хватит. Ну а так вроде все. Приятного аппетита, хорошего вам дня, увидимся на обеде. Утренний заказ развез, еду домой обедать. И на обед у меня снова будет уха. Она мне уже дико надоела, но слава богу сегодня она уже закончится. Я надеюсь. Ушица разогрелась, это как раз тот самый лайфхак, как из одной рыбины стоимостью 120 рублей, приготовить ухи на три обеда и еще насолить целый контейнер рыбы на завтраке на неделю вперед. Если вы все это пропустили, то это все было в первом дне. Смотрите видео здесь на ютуб канале Читмилл и подсказка появится сейчас наверху. Ну а пока что приятного аппетита. Я тут пообедаю. Как хорошо, что уха последняя. Так, паспорт взял. Все, двигаю на почту отправлять Руслану Нунчаки. Со второй попытки все-таки отправил Руслана Нунчаки. Все, Руслан, жди. Через пять дней они придут к тебе и будешь тренироваться. Отбьется от бандитов на 30-м рынке. Заехал домой, до ужина еще далеко. А Ниндзя Пицца повесила у меня на дверях вот такую вот штуку. Блин, вы издеваетесь, ребят? У меня выживание полным ходом. Я есть хочу. У меня ограниченный запас продуктов. А тут вы с своей пиццей. Короче, все это закончится. Закажу пиццу, поем. Буду перекусывать гречкой. А чтобы не тратить мясо и яйца, и при этом поесть вкусные гречки, я еще воспользуюсь вот этими штуками. Аджика и хрен. Чивос. Вот так все хорошо перемешаю. И получается остренькая, супер балдежная штука. Так, гречка готова. Соус. И вот так вот зелени немного добавлю, чтобы было как в ресторане. Эх, сюда бы сальца или мясо кусок. Ничего так, нормально попадет. Так, ну все, окончательно вернулся домой. Отработал. Так, непривычно в этом режиме снимать. Сейчас буду ужинать. Сегодня весь день очень сильно хочу есть. Я еще сейчас встал на весы и просто обалдел от результата. Короче, завтра в новом видео мы с вами уже взвесимся. Я вам все покажу. Давайте что-нибудь поедим. Так, так, так. Здесь у меня замаринованная курочка. Я так подозреваю, что курицу уже сегодня нужно все пережарить. Потому что я ее позавчера, по-моему. Или вчера. Я уже сбился со счета. Напишите, вчера или позавчера. Замариновал. Вот. И она уже дольше не сможет сохраняться в охлажденном виде. Ее надо поджарить. И тогда она еще два дня, я думаю, протянет. Можно будет просто ее использовать в разных блюдах. А еще я хочу поджарить капусту. В общем, капуста и курочка. Настоящий пупе-ужин. Единственный доступный мне способ поджарить всю эту курицу сразу, это использовать аэрогрин. Хотя нет, все-таки один оставлю. Завтра попробую приготовить из него плов. Надеюсь, что он не пропадет. Совсем чуть-чуть вот так смазываю подсолнечным маслом. И отправляю жариться с каждой стороны по 11 минут на 200 градусов. Капусты у меня еще много. Но поскольку время моего выживания не определено, мне просто нужно продержаться как можно дольше. Я буду экономить. Курицу переворачиваю и отправляю еще на 11 минут. Сейчас покажу вам один простой лайфхак, как взбодрить вот такую вот подуставшую в холодильнике зелень. Набираю в миску холодной ледяной воды. И отправляю туда пучок зеленью вниз минут на 10. Ужин третьего дня выглядит вот так. По-моему, неплохо. Саусет с оставшейся с обеда. Аджика с хреном. Так. Капусту я никогда не пережариваю полностью. Ну, в общем, не протушиваю ее с водой. Я хочу, чтобы она оставалась хрустящей. Но в то же время мягкой. Так максимально сохраняются ее полезные свойства. Ну, в общем, приятного аппетита. Нормальный такой ужин. Третьего дня выживания на 1000 рублей в Сибири. Прошло три дня с начала выживания. У меня осталось еще полно продуктов. Самое главное, что у меня еще есть мясо. Как замороженное, так и охлажденное. Вот такое замаринованное. Есть готовая кура с гречкой. Есть куча рыбы для завтраков. На бутерброд, она вот здесь в контейнерах. Есть ягода для каши. Немного овощей. Капуста, морковка, картошечка, лучок. Много круп. Гречка, рис, геркулес. И есть даже зелень. Вот так я ее храню. Она там в воде находится. И сверху целлофановый пакет. А здесь зелень, которая подготавливается к использованию. Есть еще больше полпачки сливочного масла. В общем, с таким набором можно и выживать. За эти три дня я понял несколько важных вещей. Во-первых, продукты лучше не покупать сразу все в первый же день, чтобы они не портились и чтобы конкретно понимать, что нужно для каждого блюда. Ну, а во-вторых, конечно же, мясо. Его лучше сразу разрезать порционно, расфасовать по пакетам и только тогда замораживать. Чтобы можно было потом достать пакет, разморозить и сразу приготовить. Чтобы не нужно было размораживать целую подложку курицы. Ставьте лайк, если это видео оказалось вам полезным. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. И не забудьте проверить, подписаны ли вы на канал. Если не подписаны, то подпишитесь. И нажмите колокольчик, когда вам с кнопкой подписаться, чтобы всегда получать уведомления, когда на канале выходит новое видео. С вами был Митя Хэт. Увидимся через два дня. Всего вам доброго. До скорого.